Таня Карацуба 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 Николай II Хочу сказать, что Николай II никогда не был мучеником. Он никогда не был расстрелян. Николай II умер в 1958 году в Швейцарии, и у него остались наследники. Также никогда не были расстреляны дети Николая II. Все дети спокойно прожили в Европе и умерли своей смертью в положенном возрасте, довольно пожилые. В соседней со мной деревне Вальпах в Швейцарии, где я проживала на момент моего общения с великим князем Николаем Романовым, главой дома Романовых, состоящего из 39 семей, я получила данную информацию. Николай Романов умер в 2014 году. Именно после его смерти стало возможным делать фальшивые вбросы фальшивых претендентов на монархический трон. Некая неизвестная женщина была доставлена в Крым в 2014 году на волне революционных событий. И в узких кругах, а затем по всей России, стали делать искусственные вбросы о якобы ее причастности к дому Романовых. Не смейтесь над домом Романовых. Таких наследников в этом доме, как бы мы его ни ругали, не может быть психически нездоровых. Во всяком случае, среди наследников трона дома Романовых не наблюдалось больных психически. А петиция, которую подписывают выведенные из себя люди, маразмом, который активно впихивают им, гласит провести принудительное психиатрическое освидетельствование Натальи Поклонской. Не смешите мои уши увидеть на троне России женщину, которую народ требует принудительно освидетельствовать на предмет состояния рассудка. Некие злобные силы, разрушающие психическое состояние людей в России, думают, что у представителей широких масс мозг давно необратимо разрушен. Они уверились, способность мыслить, рассуждать, критически обрабатывать информацию находится у населения России на нулевом уровне. Если подсовывают Поклонскую в качестве претендента на трон России, как мы это видим, из бесконечных неадекватных действий, неизвестно откуда взявшиеся психически неуравновешенные женщины, что требуют освидетельствовать граждане России, то они, эти злобные силы, оценивают состояние народа к способности мыслить на полном нуле. Медицина именует это явление функциональным слабоумием. По реакции на Поклонскую определяется процентное соотношение россиян, способных мыслить и не способных осознавать первую Поклонской. Я расцениваю Поклонскую как вирус в сознании россиян. Через неадекватное заявление Поклонской оценивается количество недоумков, а именно дебилов. Именно Поклонская с ее умопомрачительными заявлениями о том, что чугун, кусок железа, начал мироточить, является лахмусовой бумажкой для аналитического состояния общества. Но, как видите, номер с навязыванием слабоумия всему русскому многоциональному народу не прошел. Народу пытались навязать функциональное и органическое слабоумие через первую нездоровой женщину, которую народ требует освидетельствовать, принудительно освидетельствовать состояние психики и умственного состояния, неизвестно откуда взявшейся женщины, которую поддерживают и обеспечивают огромными деньгами заокеанские масоны в виде княгини Марии, которую не признает дом Романовых, и при поддержке всяких незаконных группировок Макеевско-Донецкого региона. Те, кто тупо идет за Поклонской, это в основном проплаченные СМИ. И некоторые дворники, типа того, кого заставили в Крыму солгать всем крымчанам о мироточине куска железа. Поклонская просто упивается собственной гениальностью, сопломбом неся в эфир чудовищный бред. Любой неадекват болезненно осознает собственную физическую неполноценность. Но прислужники-гопники усыпляют бдительность лживой лестью. Это по принципу сказки, а король-то голый, но каков наряд? Окружение Поклонской все проплачивается большими деньгами. Они автоматически становятся на ее уровень развития. Через оплату заявлений злобных. Заявление по поводу недопущения снимать фильм о фаворитке Кшесинской. Проплаченные каналы ТВ навязывают народу. Таким образом, вам, да и каждому из вас, предлагают пройти тест на функциональное слабоумие. Поясню, почему так и получилось на Кшесинскую некое Поклонское. Имя вымышленное. Это псевдоним от слова «кланяться, бить поклоны». У Кшесинской родился сын от Николая II. Первый сын. Единственный первый. С предполагаемым правом наследования. Прожил он всю жизнь в Польше, куда его отвезли в младенчестве. Умер в конце XX века. Он и его дети могут претендовать на первое право наследования. Потому что брак с Кшесинской Николай закрепил венчанием, возможно, незаконным, порыв молодости. Но любое венчание, как мы знаем из церковных канонов, законно перед Богом. Затем отец Николая, Александр III, все переначал. И Николаю официально, принародно дали приказ венчаться с Александрой, принцессой из Германии. Вы понимаете, что своими якобы глупыми заявлениями Поклонская не так безобидно отшвыривает первенство детей Кшесинской от трона. Но есть еще, кстати, и другие дети в лице Алексея, например. Для многих это тайна о существовании первого сына Николая II. Да, для многих, но не для всех. Теперь понятно, почему Поклонская так выгрызает из памяти народа, России, любовные отношения и детей к Кшесинской от Николая II. Кто-то руками Поклонской освобождает место для себя, для незаконных, фальшивых претендентов. Когда руководители зарубежных, масонских, дешевых обществ навязывали русскому народу смазливую и неадекватную женщину, то очень многие, слишком многие читатели, например, Фейсбука, реагировали так. Но ведь какая красивая женщина, ведь красавица, с ума сойти, няш-мяш. И мужчины пускали слюни, вроде как для них это няша, это своего рода шизофрения. Когда российские художники-аниматоры вбросили под видом японских анимашек няш-мяш, народ восторгался. Ах, как трогательно, ах, как мило. И никто не задумался, что японскому народу не до всяких неизвестных прокуроров Крыма. И уж точно японцы не рисовали анимации с Поклонской. Это был проплаченный пиар. Первый вброс, рассчитанный на нулевой уровень, на функциональное слабоумие русского народа. Мне писали два человека, которые были причастны к анимашкам, якобы японским. На самом деле российским, проплаченным. Задумайтесь, народу навязывают не профи прокурора со знанием закона, а сексе-анимашку на пост криминального Крыма. Что это значит с точки зрения науки? С точки зрения патопсихологии, это так называемое нарушение мышления в виде актуализации латентных, то есть малозначащих признаков. Вывод – шизофрения. Проще говоря, боевая спецпропаганда превращает человека в зомби, который не только активно поддерживает внедренные в его сознание установки, но и агрессивно противостоит тем, кто придерживается иных взглядов или пытается его переубедить, пользуясь логическими доводами. В методике черной пропаганды список методов довольно велик. Методы черной пропаганды воздействуют на аудиторию на уровне глубоких психологических механизмов таким образом, что последствия этого воздействия невозможно снять обычными логическими доводами. Большая ложь достигает этого эффекта с помощью эмоциональной травмы. Метод очевидности через эффект присоединения. Поклонская говорит о целовании куска железа детьми. Поэтому люди приходят с детьми, чтобы приложить их, чтобы исцелились дети, которые приболели. Мне обыкновенно это надо снимать и показывать. Первое делает детей безумным. Второе, инфекция распространится мгновенно. Именно по детям бьет Поклонская. По маленьким крымчанам советую прикладываться детям для исцеления. Очень эффективен метод большой лжи, который называется «гнилая селедка». Его суть заключается в том, чтобы максимальной степенью уверенности предложить аудитории настолько глобальную и ужасную ложь, что практически невозможно поверить, что можно врать о таком. Трюк здесь в том, что правильно скомпонованная и хорошо придуманная большая ложь вызывает у людей глубокую эмоциональную травму, которая затем надолго определяет его взгляды вопреки любым доводам, логике и рассудкам. Мне, да, сделали фотографии, направили. Но вот это вот чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. Итак, слушайте Поклонскую. Это в столетнюю годовщину, видите как. Государь нам помогает, ведь они погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой. Этот метод называется «Гнилая селедка» за счет внедрения в сознание аудитории прямой ассоциации между объектом и скандальным заявлением о невозможном. Русский народ, кто-то выбрал в качестве подопытных мышей, отрабатывает абсурд и дебилизм, внушает через милый образ, няш-мяш, чудовищное утверждение. Метод «Гнилой селедки» работает так. Подбирается ложное заявление. Важно, чтобы оно было максимально скандальным. Цель «Гнилой селедки» вовсе не в том, чтобы мироточение доказать, а в том, чтобы вызвать широкое публичное обсуждение его несправедливости, неоправданности. Бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил бюст. Да. Это сегодня случилось утром. Человеческая психика устроена так, что, как только обвинение становится предметом публичного обсуждения, неизбежно возникают его сторонники и противники, знатоки и эксперты, оголтелые обвинители и ярые защитники обвиняемого. Но, вне зависимости от своих взглядов, все участники дискуссии снова и снова произносят имя объекта в связке с вопиюще-скандальным заявлением, втирая таким образом все больше гнилой селедки в его одежду, пока, наконец, этот запах не начинает следовать за ним везде. А вопрос, здорово ли Поклонская, становится не главным. Главное, что ее имя внедрили в сознание народа перед выборами. Именно ее образ, няш-мяш, становится главным при упоминании ее именем. Под роликом, где Поклонская в эфире вещает о мироточении, 2883 комментария удалены, 12 тысяч дизлайка, ни одного комментария в поддержку. Ютуб сохранил для нас только статистику. Все комментарии, порочащие Поклонскую, были удалены. Ни одного в ее пользу. Не получилось у злых людей, заокеанских деятелей, пропихнуть чудовищную ложь Поклонской о том, что заплакал кусок железа. Не удалось пропихнуть дебилизм. Но, к сожалению, в сознании каждого это вонзилось как вирус, который может прорасти и повлиять в дальнейшем. Теперь давайте послушаем, что говорит корреспондент, который побывал на месте события и как он изобличает во лжи Поклонскую. Иван Жилин, корреспондент Новой газеты, город Симферополь. Слова Поклонской позвали в дорогу. В пути нервно читаю заголовки официальных крымских СМИ. Верующие, журналисты и котики собираются у прокурорской часовни посмотреть на чудо мироточения. Коллеги, правда, поясняют. Прихожан пока немного. К моему приезду ситуация существенно не меняется. Журналистов у Бюста двое. Прихожанка одна. Котиков нет. «Где можно Бюст потрогать?» Спрашиваю присутствующих. Он, говорят, масляный весь. Сейчас только с левой стороны уточняет снимающий Николая Второго на телефон парень. Трогаю за левую щеку. Памятник сухой. «А вы за ухо потрогайте», — советует девушка-корреспондент. «Чувствуете?» «Нет?» «Да точно есть!» «А если внутрь?» «Но и внутри уха последнего императора ни миру, ни какой-либо влаги мне найти не удается». «Наше ковыряние в царских ушах», — прервает смотритель Алексей. «Чувствуете, да?» — спрашивает он, спускаясь к Бюсту со ступени часовни. «Увы, делаю расстроенное лицо. У нас иконы еще сильнее мироточат. Алексей зовет меня пройти внутрь. Маленькая часовня вплотную обставлена канделябрами и увешана иконами. В центре образ Николая Второго. С 22 февраля Казанская Божья Матерь мироточат и икона царской семьи. С 24 февраля Сам Государь наш Алексей указывает мне на маслянистое пятно на иконе Богоматери. Если смотреть под углом 30-45 градусов, оно напоминает крест. Вот вам и доказательство. Не я же тут масло разбрызгиваю и кресты рисую. Сам Господь Бог. Вот еще вам протягивают лежащие у иконы Богоматери носовой платок. Понюхайте, какой запах от наших икон. Пахнет действительно чем-то наподобие ароматического масла. «Абюз царя Николая когда замироточил?» спрашиваю я. Это в пятницу было. Вчера. Наталья Владимировна первая заметила. Алексей делает блаженное лицо. Она в Симферополе сейчас? Удивляюсь я. Вспоминая, что Поклонская накануне вечером была в эфире Царьграда и сама говорила, что узнала от коллег. Мне мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая Второго, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил бюст. Нет, она в Москве. Отдувается, отдувается там не хуже вашего, улыбается смотритель-часовник. А как же она первая заметила, если ее тут не было? Алексей явно напрягается. Наталья Владимировна почувствовала это, а вы нет. Не каждый готов почувствовать божественную благодать. А много ли паломников уже было у бюстов, пытаясь снизить градус беседы? Много. Человек 10 уже было. С больными детьми идут. От чего можно излечиться у Николая Второго? От всех болезней. Напоследок Алексей соглашается продать мне свечи. Они стоят столько, сколько сможете. Когда достаю 100 рублей, настоятель выдает мне две штуки. Выйдя из дверей часовни, вновь направляюсь в бюсту. Картина прежняя. Те же два журналиста. Другая прихожанка и никаких котиков. Я, если честно, не очень верю в это чудо с Николаем, говорит прихожанка. Кровавый он все-таки. А сухой или маслянистый? Точно сухой. В иноидальном отделе РПЦ по взаимодействию со СМИ корреспонденту Новой газеты отказались прокомментировать ситуацию с мироточением бюста. Николая Второго в прокурорской часовне. Официальные позиции церкви не комментируем. Все нужно проверить и изучить, заявили в отделе. А вот чем заканчиваются такие игры без правил с народом. Посмотрите пост уже о патриархе Кирилле. А вот о Сталине. Неадекватные речи одной женщины рождают насмешки над церковью и идолами Советского Союза. Это подножка русской православной церкви. Как думает с этим разбираться патриарх Кирилл? Неизвестно. Видимо не ожидал такого удара в спину. Удар нанесен по церкви, который сейчас станет предметом насмешки народа. Этим поклонская вышибает стульчик из-под церкви и забирает его себе. Замахнулась, однако, на самого патриарха Кирилла, пересмешница над русской церковью. Замахнулась на каноны. Мироточением куска железа поклонская показала патриарху Кириллу, кто в доме хозяин и кого ему надобно слушать. Ее поклонскую, а не кого-то еще. Она теперь на его территории устраивает и устанавливает свой порядок. И диктовать законы и каноны РПЦ теперь будет поклонская, а не патриарх Кирилл. Это у поклонской, ведь мироточит железный бюст и две иконы в ее собственной часовне при прокуратуре Крыма. У патриарха Кирилла ничего не мироточит. Вывод. Поклонская помазанник Божий. А кто патриарх Кирилл? Если патриарху Кириллу все же придется признать невероятное то значит силы за поклонской сильнее патриарха России. Если патриарх ослужит молебен по плачущему куску чугуна то значит поклонской удалось сбить его с ног и поставить перед ней на колени. Вот нашли себе проблемы и патриарх и Госдума и кинематограф и весь русский народ. Итак с вами была сегодня я Таня Карацуба Сиитбурхан Карацуба Сиитбурхан